Личный прием сегодня будет посвящен вопросам трудоустройства и работы Сыктывкарского центра занятости. На вопросы телезрителей готовы отвечать наш гость, руководитель центра Александр Жижев. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Немного о статистике. Итак, каковы цифры? Все подводят итоги, кто-то за 2011 год и уже готовые наверняка цифры у вас есть. Сколько обратилось, сколько все-таки получило работать через центр занятости? Да, конечно. Ситуация на рынке труда города Сыктывкара в 2011 году в сравнении с 2010 годом стабилизировалась. Обеспечение бравок граждан в области защиты от безработицы осуществлялось у нас в соответствии с программой содействия занятости населения, которая была утверждена у нас на три года. Это 9, 10 и 11 годы. Мероприятия данной программы финансировали за счет субвенций с федерального бюджета. Реализация программы позволила нам выполнить поставленные цели. Первое, это, конечно же, не допустить критической ситуации на муниципальном рынке труда. И второе, обеспечить права граждан в области защиты от безработицы. Реализация данной программы позволила нам уменьшить, снизить то есть уровень регистрированной безработицы. Например, численность безработных граждан, зарегистрированных на 1 января 2012 года, составила 1231 человек. Это меньше, чем на начало предыдущего года на 289 человек. В рамках этой программы в 2011 году на заявленные работодателями города свободные вакантные места было трудоустроено 7 350 безработных граждан, которые обратились в Центр занятости города Сыктывкара за получением государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. Также в целях повышения качества и конкурентоспособности по направлению Центра занятости города Сыктывкара прошли профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации 503 безработных гражданина. Также приняли участие в оплачиваемых общественных работах 168 человек. И на квотируемые рабочие места в организациях города трудоустроено 50 безработных граждан из числа инвалидов. И на условиях временной занятости в период каникул трудоустроен был 1891 подросток. То есть дети, когда не учили в школе, а в основном это у нас в летнее время, не склонялись просто по улице, а могли заработать свой первый рубль. В среднем где-то доход их за их время составлял около 3000 рублей. Я думаю, для начала, для подростков это... Не похитение. Это в месяц. Да, но там периоды у всех бывают разные. Средняя. Да. Также в 2011 году у нами была реализована целевая республиканская программа по дополнительным мерам, направленным на снижение напряженности на рынке труда. Финансирование этой программы осуществлялось из субсидий, из федерального бюджета, а также федерального. И Центр занятости города Соктовкара организовал временные работы для 338 работников и опережающее профессиональное обучение для 87 работников. Я не оговорился, именно работников, а не безработных граждан. Это предприятия, на которых вводилась укороченная рабочая неделя, то есть работники, которых выходили в отпуска на неопределенный период времени, то есть находились под риском увольнения. И вот с этими организациями мы также работали. Также было организовано обучение женщин, которые работают у нас во вредных и тяжелых условиях труда с целью их вывода с вредного производства. Также занимались обучением женщин, которые у нас находились в отпуске по уходу за детьми до трех лет. Совершенно новым направлением в прошлом году это была профессиональная переподготовка 13 врачей по городу Соктовкару. То есть они прошли обучение в медицинских образовательных учреждениях городов Санкт-Петербурга, Архангельска и Перми. Ну и также 50 безработным граждан на создание собственного дела была выделена финансовая помощь в размере 58 800. Были организованы самые различные варианты трудоустройства. Это были ремонтно-строительные услуги, пошивочные ателье, ателье по ремонту обуви и ремонт машин. И кто-то открыл перепелиную ферму, была открыта школа живопись, то есть в самых различных направлениях. Александр, я думаю, все основные показатели вы нам дали. Сейчас мы перейдем к звонку в студию. Напомню, что телефон нашего эфира 5167-67. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, говорите. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваш вопрос. У меня вот такой вопрос. Я сейчас подпадаю под сокращение, мне придется работу искать. Может даже обратиться трудоустройству, там службу занятости. Вот. И сейчас служба занятости, как я слышала, не помогает с медицинским осмотром. А сейчас суммы подошли к 3 тысячам. Это куда годится-то, я не знаю. Зарплаты 6-7 тысяч, а медосмотры 3 тысячи. Ужас. Да, конечно. И данный вопрос у нас решается. Это решается не на уровне города Сыктывкара. Этот вопрос будет решаться на уровне республики, и он решится положительно. Угу. И у нас есть еще один телефонный звоночек, 5167-667. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот я вот хотела спросить. Я учусь на высшее образование, третий курс, и у меня маленький ребенок. Я никуда не могу устроиться, так как у меня незаконченное высшее образование, и маленький ребенок. Хотя ребенок ходит в детский садик. Я пришла в Центр занятости, и меня не поставили на учет, так как я работаю только 4 месяца. Мне дают бегунок с предприятиями, я туда звоню, но меня так же никуда не берут на работу. Что мне делать? Угу. Отказ в Центр занятости, это возможно? Не, ну я думаю, как такового отказа у нас нет. Вы можете позвонить мне завтра по телефону 257-300. Все? Это телефон, я думаю, нужно запомнить. Следующий вопрос. Какие профессии, Александр, на сегодняшний день являются востребованными, а какие не очень? И почему, на ваш взгляд? Так, хотел бы сказать, что вообще в 2011 году из работодателей города Сыктывкара, таких у нас 1346, они предоставили нам сведения о вакансиях, 17 тысяч вакансий они предоставили. Вообще, в целом. Залейное число. Да. Если разделить на должности служащих и профессии рабочих, то и служащих, это востребованы такие профессии, как страховые и торговые агенты, бухгалтера со знанием спецпрограмм. Это воспитатели детских садов и младшие воспитатели, врачи-специалисты и средний медперсонал. Если взять профессии рабочих, то наиболее востребованы это водители автомобиля категории ДЕ, машинисты бульдозера, машинисты экскаватора, машинисты крана. И, что характерно, вот эти вот профессии рабочих, они достаточно высоко оплачиваются. В среднем оплата около 30 тысяч рублей. И если взять все вакансии в целом, которые были предоставлены в прошлом году, и разделить, то 71% составили рабочие профессии, а 29% соответственно это должности служащих. Наименее востребованы, даже я бы сказал, что они не наименее востребованы, а наименее заявляемые работодателями в центр занятости. Это такие профессии, как главный бухгалтер, это специалист кадровой службы, это юристы, экономисты, в общем, это руководящие должности. Профессии данные, они высоко оплачиваемые, и многие работодатели в нарушении закона о занятости просто не заявляют их. И предпочитают осуществить подбор вакансий самостоятельно, да, претендентов. У нас, к сожалению, не так много времени. Александр, я так думаю, что и звонков очень много, и написано вопросов очень много, их сейчас не перечислить. Я так думаю, что нужно озвучить еще раз название сайта, номер телефона, и мы знаем, у вас есть скайп, по которому могут обратиться люди. Да, конечно. Вот у нас в этом году у нас такое новшество. Александр Каратенчик только. Да, в этом году у нас новшество, мы теперь посредством программы в виде чата скайп активно предлагаем работникам и соискателям. Ну, в данный момент я вам не назову адрес этого скайпа. Все есть на сайте? Да, все есть на сайте. www.comitru.ru, можно найти в рубрике «Информация о ЦЗН» и там найти эту информацию. Я думаю, там можно найти и телефоны. Я напоминаю, что сегодня на личном приеме у нас был директор Центра занятости населения города Сыктывкара Александр Жижев.